всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас слуцкий александр мы продолжаем проходить карьеру в суперлиге за монако на легенде в ps21 борусь а таланта атлетику и посмотрим кто там дальше сегодня в соперниках продолжается элитное месиво ну и ем на седьмом месте пока в середине таблицы очень неплохо начали сезон я думал будет куда как хуже самое главное что монако какую-никакую игру показывает временами даже очень очень сильную друзья это очень удивительно но эрлинга холланда я не вижу составе боруссии вот так здрасте приехали а где он интересно надо будет потом на трансферах проверить может он в резерве конечно но это будет очень-очень странно и так друзья наш состав тут я сделал изменения кевин фолан давно не играл выходит наш новоиспеченный лис у ворот показывать себя диата бальде по флангам камовинга головин под ними комара в опорке мауаса бодиашильди соси и агилар это оборона бодиашильди соси немножко подустали и дебют маринато гильерме на воротах монако да кстати если ему капитанскую отдать а ну так же как угол вина такое же влияние 95 дух останется поехали не будет противостояния фоланда против холланда ну и ладно так ну понеслась борусь все равно сильно даже без эрлинга разумеется но любом случае нашим защитником будет центральным местами попроще браво 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 маринато гильерме первый сейф за монако атака боруси была замечательной такой заброс прошел передача на фоланда ну тут так анджи очень 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 быстрый от него не убежать ну фол же был ну конечно камовинга принимал мяч и его сбили может быть александр головин сейчас проявит свое мастерство исполнения штрафных точка очень даже удобная но тут галкиперы сильнее конечно у всех команд в первой суперлиги они тащат такие удары видите из самого угла казалось бы так гильерме давай поаккуратнее пожалуйста сейчас был выход немножко опрометчивым по моему дята принимает мяч но тут его тоже съели до защита боруси очень хороша у них индивидуально сильные защитники гильерме но тем не менее он спасает и посмотри второй сейф уже браво головин очень здорово отобрал мяч диата долго долго диата вот это хорошая передача головина подключается там камовинга камовинга на фоланда кевин 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 1-0 кевин фоланд он любит забивать немецким командам прекрасное открывание прекрасная обработка мяча ну и дальше уже не спас галкипер боруси и камовинга прекрасная в свою очередь передача без сомнений справа забил фоланд отлично первый тайм очень классно завершился для нас но гильерме там подтащил немножко несколько моментов было у наших ворот так но пока без момент пока особо-то и не устали футболисты гильерме опять его сейф контратака баруси но уж контратаковать то это команда умеет так 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 ну что эвертона можно выпустить конечно же рафаэля ляо куда без него чомини вместо камовинги рафаэль ляо неплохо дальше эвертон чомини с левой пришлось пробивать не очень точно да я решил лучше отдать мяч боруси чтобы судья свистнул и пробить штрафной потому что великолепная точка для удара вторая попытка будет у головина ведь цель на нем нарушил правила да е-мое нет ну вот опять опять немножко у меня сбилось все в конце второго сезона да во второй суперлиге прям все летело сейчас опять не лучшим образом исполняю штрафные мауаса рафаэль ляо и по центру а там по моему левее правее нельзя было ударить в угол там были защитники ну ладно опять 1-0 конечно мало голов но победа 3 очка 3 очка кевин фоллан принес нам победу другие результаты девятого тура 4-0 манчестер интер 0-4 точнее жесть посажая таланта 4-0 арсенал атлетика 0-3 какие разгромные счета бывают опа а мы сразу на четвертое и еще и в двух очках от лидера жесть какая тут плотность такое месиво ну если так мы продолжим друзья можем побороться и за первое место но правда монако играющая команда теперь у нас манчестер сити зовет круто конечно сборная месяца камовинга и жоржа тренировки бодиашиль плюс 2 получил прекрасно камовинга плюс один получил а гильерми минус один получил несмотря на то что отыграл здорово ну да ладно так друзья мои против аталанты играем старые наши знакомые с ними то мы уже встречались далеко не один раз эвертон ибрагимович диата в атаке выходят головин камовинга поднимен диди в опорке жоржа бодиашиль деса симонтиель обороны и снова снова маринату гильерми галкипер монако он просто в лучшей форме из всех наших вратарей как ни странно да и такое бывает посмотрите на настрой и форму дьёпа и жалсона мартинша плюс у нас есть супер сапро файл ляо раки ракетич есть еще ну я думаю есть кого выпустить это прекрасно ну понеслась или чича нужно опасаться конечно же диата с левой но почему нет очень опасно угловые у нас пошли хорошо еще в этом сезоне вот что меня радует головин ибра пока больше внимания на себя отвлекает хотя в пас играет неплохо мантиель подал все таки вот ибра почти в безвыходной ситуации поборолся но не смог пробить диата пробил очень высоко драгимович перехватил обратную передачу диата ему не смог отдать к сожалению озонка была небольшая куда мог врываться златан эвертан оттягивает внимание немножко на себя жорже угловой ибра ну вот ну вот зачем у нас ибрагимович чтобы вот так продавливать и забивать голы сотый номер сорока однолетний ибрагимович он не просто стар он супер стар вот так продавила головой туда с мясом заголотила таланте великолепная подача головина надо сказать я говорю угловые пошли наконец-то они стали опасными до молодой команде нашей монако нужны были такие аксакалы как ибра как как ни странно гильерами ну по логике игры но он тоже тут как бы имеет роль подходящую как ракетич они очень серьезно помогают раду еще не выходил но с нашими молодыми центральными защитниками сильными дисаси и бодиашилем плюс еще есть страхиня павлович там марселин еще есть в общем есть кому играть если что вряд ли раду появится но он свою миссию выполняет и вертан и вертан было красиво только не особо эффективно назад сместился и головин отправляет передачу совсем не туда ну что ж 1-0 златан ибрагимович пока авторы единственного забитого мяча воспользовались угловым забавно что у златана вообще несмотря на его возраст все в порядке с выносливостью 71 нормально он и не устает это друзья мои малиновский опять этот удар с наклевом очень мощный со стороны соперников классно забил ничего не скажешь красивый удар накрыли здесь нашего крайнего защитника немножко этом затянул в передаче и сразу наказание сразу наказание ух какой удар очень красиво очень плотно очень мощный че и дуан сапата выходит освежать нападение вместо ламерца но у нас свой ответ есть рафаэль ляо конечно же есть еще жилсон мартинш направо и кейта бальдэ налево это дальний удар от рафаэля ляо но не зря же он выучил эту способность удар так себе пошел очень опасно на таланта перехватила инициативу во втором тайме и тут уже не осталось и следа от нашего преимущества ё-моё через себя вы сейчас и бани из как положу неплохой удар бальдэ надо было уже бить накрывал защитник пока было расстояние надо было бить камовинга ой что-то намудрили намудрили головин камовинга еще камовинга рафаэль ляо до него так нормально мяч ни разу и не дошел да в этот раз ох какая передача плохая это диди три минуты добавлено это наверное последняя атака но ее и не будет сейчас будет свисток ничья упустили победу но ибра все равно лучший игрок матча 7 5 оценка так как там барса которая на первом была победила уинтер выиграли уинтера не так барса сити монако первая тройка теперь такая ливерпуль бавария с нами на ровне челси тоттенхэм атлетико псжи напали все близко одно поражение ты с третьего улетаешь на десятое место так друзья мои атлетику мадрид суарес и феликс в атаке 352 схема фланги открыты это наш шанс якобс пеллегри тринкао вот такая тройка нападения в этот раз у нас снова шанс пеллегри шанс также якобсу головин чего мини под ними камара опорни опорник мауаса абаде ашильди сосе гелар оборонка бернардоне возвращается на ворота немножко подустал это все из-за матчей сборных да ну ничего надеюсь это сильно не помешает рафаэль ляо бальде тоже здесь подуставшие немного но желсон мартин ждем готов выйти камовинга ракетич погнали ну что пеллегри давай показывай уже себя в конце концов вот он стоит видите но он таран потому что надо доводить до штрафной чтобы он был полезен до навесов там до прострелов агилар неплохо разгоняет атаку головин на пеллегри обратная передача александр головин вау вот это пушка 1-0 вот это удар давно головин не забивал и кстати кто ему а сись ассистировал то кто ассистировал пьетро пеллегри на свой счет голевую передачу записывать тут конечно такая голевая что все сделал головин но тем не менее по-бам просыпаемся атлетико мадрид просыпаемся вы приехали играть к манегас ком которые в огне по ногам тринкао получает вообще пока мяч под контролем монако мне нравится как мы играем головин а хотел на пеллегри вырезать с не прошла передача тонкая это луис суарес я думал уже 11 не попал здорово чо мини как-то выдрал мяч причем без нарушения комара давай переведем на мауасу дальше александр головин запретинговали тут головина я еще и за мауасу не туда развернулся ну передача была не подконтрольная скажем так на удачу поэтому я и не ожидал куда там мяч пойдет тихо не фалим агилар хорош тринкао тринкао ай-яй-яй ладно первый тайм 1-0 опять главное во втором это преимущество по владению не упустить потому что с атлетико очень нужно внимательно держать ухо в астроп потому что как бы это странно не звучало потому что они в любой момент суарес и феликс могут убежать и создать момент из ничего так я думаю желсон выйдет на второй тайм потому что тринкао в этом матче ну так себе откровенно играет пелегри здорово головин желсон забежишь забегает желсон мартин нет не пустили пелегри ой как красиво хотел пройти там технично мяч подрабатывал себе все таки фол да боди ашиль немного не успел так ну ладно пелегри иди отдыхай рафаэль ляо выходит и уставший чо мини ну давай ракитич опытный заменит на концовочку чтобы у нас контроль не пропал в конце матча на дальний удар ответ дальним ударом жао фелиш или феликс как там его правильно 1 1 ну вот зона подбора здесь вверх то выиграли а дальше пространство получил жао сразу им воспользовался рафаэль ляо да ё-моё нарушил правила почти вырвался ведь уже и еще один шанс рафаэль ляо мимо и все таки не продрался жалсон а был так к этому близок не стал я отдавать пас пробил за головина рассчитывал на его удар на подкрутку в дальний галкипер справился я отбил еще не в ту зону где находился рафаэль ляо ну вот он суарес вот он суарес мауаса давай вперед а не точно как да опять второй тайм тяжелее чем первый намного что с атланты что с атлетико 11 опять ничья сложный матч и пошли сложные лейпциг аталанта 4-0 бавария байер 4-0 да как они друг друга громят там интер челси 0-4 хотя мы же тоже интер разнесли помнится шестое место уже 19 очков 4 до барс и ну теперь друзья настоящее испытание против гвардиолы играем руководство манчестер сити нас тут зазывает возглавить этот клуб стерлинг бен едер наш бывший футболист вот мы и встретились риад морес кевин де брюна родри гюндаган полузащита бешеная просто минди рубен диэш а умерик какой-то там кто это не узнаю уолкер а лапорт это господи и вратарь слабое звено мюрич эдерсон в резерве еще в запасе у них например есть фоден например есть бернардо сильва габриэль жезус у всех рейтинги 84 плюс стоунс зинченко например в оборону ну серьезный коллектив что тут скажешь у нас выходят эвертон фолланд тринкао головинка мавинга андиди жорджа бодиашиль павлович давно не играл мантиель и нюбель такой вот состав я выставил чемини бальдэ первые кандидаты на усиление игры буду тоже готов выйти если что да все у всех остальных плохая форма если что друзья поэтому я выпускаю тех кто готов опять туманная льби он настоящий потому что опять туманно на стадионе в англии да но это уровень это уровень 1-0 сразу сити выходит вперед причем такой гол против которого я не знаю что и нужно было сделать тут марес выскочил я открыл счет фланговая атака как раз на троечка разыграли и стерлинг великолепной подачи жесть ну пока нас откровенно возят что тут скажешь владение за манчестер сити подборы за манчестер сити и ну алло удары тоже только по нашим воротам что творят а что творят марес камовинга встречай дебрюне давай давай молодец и пошел фолланд не тут не убежать надо было принимать разворачиваться там был эвертон хорошей позиции спокойно боди ашиль верхом жорже ох какие передачи плохие под прессингом что ли теряемся да что это команда у меня немножечко скупсилась против манчестер сити но посмотрите ничего не получается как пролетают-то так наши футболисты я не могу понять а нарушение со стороны павловича пытался попасть в мяч не достал до него нюбель тащит опять подбор за сити опять подбор за соперниками и вот здесь вроде накрывал жоржа отлетел от уокера а вот и бен едер какая реакция у нюбеля хорош пока вратарь нам затаскивает интригу в этом матче и еще один удар жесть сити ну да нам шансов вообще не оставляет практически надеюсь второй тайм будет полегче но он диди получает желтую а вот это кевин фолланд в раздевалочку получи пеп гвардиола не ожидал не ожидал 11 о нашли свой шанс один момент за весь тайм один раз вышли нормально в атаку александр головин ее разогнал и нашел кевина фолланда я тут ждал пока он откроется прям следил за ними раз между двоих ну и кевин куда без шансов для голки пера сити живем 11 прямо в самой концовке забили но статистика ужас просто статистика ужас но счет 11 нормально нормально головин правда вымотался очень сильно ракетич в очень плохой форме вот в чем проблемка то еще и у нас не ибрагимовича не гильерме даже в запасе нет ладно александр надо терпеть просто головин как и камовинга в принципе они бегали как собачки за мечом поэтому и вымотались кевин фолланд а вот-вот лису ворот сработал сейчас но не попал на опережение здорово выскочил не ну головин совсем уже ему тяжело софьян диоп давай кого бы капитаном то поставить ну кого-нибудь может быть дух поднимется из-за кого-нибудь похоже что нет ладно бальде еще выходит и причем бальде выходит направо неожиданно якобс выходит налево бальде нормально может сыграть справа все хорошо вот он бальде пошел давай 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 рубин диэш конечно классно защитник тут ничего не скажешь жесть какие передачи у них проходят какие они передачи исполняют в целом такого и не ожидаешь неужели чистый подкат от кевина он еще и в обороне здорово отрабатывает бадяши спокойно мантиель диди диоп свободная зона перед ним а ё-моё что это запас и весь матч вот такие передачи непонятно с чего очень странные якобс давай забегает там бальде ошибка фолланд нет у нас никого нет ни одного исполнителя на поле вот чем проблема но кевин ладно лучший исполнитель из тех что есть идеально как ударил вообще лучше вообще не ударить друзья 2-1 монако выигрывает у сити но еще немножко времени есть надо будет потерпеть в концовочке но фолланд оформляет дубль в ворота сити а как попал там ну ни один вратарь мира не возьмет такой удар притирочку со штангой то есть от штанги залетела ну куда тут вот это вот идеальный штрафной вообще полностью идеальный так ну что у нас дождик у нас скользко терпим осталось играть не так много времени фолланд почти перехватил не зря я его оставил на поле я вот думал буаду может выпустить но нет поменял фланги якобс на фолланда передача дальше бальде оу еще один фолл кевин твой выход давай еще попробуем отсюда будет сложнее мне кажется но попробуем хорошо корпус ставил кинька бальде поэтому и фолл я левши отсюда даже удобнее в реальности конечно но то в реальности а тут вот да пес и мое исполнение я переборщил силой удара это было видно уже диди ну как так то был ближе к мячу камовинга здорово прочитано опять фолланд дьёп просто забрось время то уже заканчивается дьёп великолепный подказ все все дубль фолланда приносит победу в гостях над манчестер сити при том что первый тайм это просто жесть была какая-то нас просто уничтожали уничтожали на нашей половине поля но забили только один нюбель хороший матч провел 7 и 0 фолланд 7 и 5 немцы рулят опять другие результаты как там барса ну-ка 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 барса проиграл ли они челси так 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 уже бавария ливерпуль на первом мы в двух очках от лидеров челси барса 23 ливерпуль бавария 24 монако 22 псж 21 сити 20 плотность но она такая и будет по ходу всего сезона ну что ж друзья дальше напали дженаро гатузо в реальности там уже тренеры лучану спалить и насколько я помню лоза но мертенс а у нас и как его там на зелинские все тут фабиан руис марио руи кулебали манолас ди лоренцо галини на воротах не мерят кстати а семьян еще в запасе милик в запасе лаботка в запасе кукурелла в запасе мартин зубменди в запасе солидный состав у напали я теперь понимаю почему они тут держатся в первой суперлиге еще бы они тут не держались но и схема схема такая же как и у нас но похоже только один атакующий полузащитник у нас два ну и у нас да ракетич в основе как увидеть и раду наконец-то сыграет тоже свой матч получит против напали надеюсь он не провалится он медленноват но зато на опыте может творить страшные вещи в обороне я думаю все поехали очень красивая форма кстати у напали тут я именно ее выбрал темную эффектная скажем так раду ну вот сработал молодец передача правда очень рискованная и она не прошла и зона потеряна у него и вот пожалуйста нас прощает на поле ух какая комбинация браво нюбель браво тринкао но это фолм он разворачивал уже соперника мавинга решил отомстить получит желтую сейчас но не сейчас правда после остановки еще фолит комовинга надо тут одну желтую поэтому можно марио руи да напали неплохо атакует сейчас вот подача комовинга на тринкао перевод на майра на буаду эвертан и некому было отдать майрон почему-то побежал назад непонятно почему вообще ну вот и нашла желтая карточка своего героя ракетич ну попытка неплохая браво но передача так себе хотя вратарь что с вратарем я думал он выйдет и заберет мяч я не ожидал что он остановится и затупит ай надо до конца играть всегда в песны ё-моё ракетич тут не очень удачная передача что с вратарем было он возможно кстати не успевал ну ладно я видимо тоже тут не рассчитал немного ладно допустим 0 0 1 тайм мало ударов мало моментов борьба в середине поля у нас есть еще рафаэль ляо про него не забываем вот она да ладно да я думал уже гол камовинга ракетич жорже на ракетича пробей блин майрон как ты не забил там как ты не забил там голкипер сумасшедший сейф от галини так два свежих игрока три свежих игрока ну-ка господи как как маленький щупленький мертенс забивает и выигрывает борьбу там у всех ну что за тупизм все пролетели никто на подборе не сыграл ну пожалуйста рафаэль ляо выскочит и умеешь это делать ну где то моменты были ребят чтобы выиграть этот матч вообще если бы конечно наши атаки не заканчивались ударом во вратаря ну дайте последнюю атаку ты даешь иногда судья ну почему сейчас не дал такие поражения не по игре самые нелюбимые конечно лучше бы сити проиграли там реально нас возили первый тайм уничтожали от и выиграли а тут вроде как имели моменты у напали почти ничего не было там после рандомной подачи после рикошетов затолкал мертенс и вот оно поражение блин ну что 22 очка шестое место 4 очка до барс и до челси 2 до пассажа баварии ливерпуля хорошая позиция все равно как ни крути до зоны вылета очень далеко у нас задача не вылететь реал реал в зоне вылета 11 очков аталанта 10 байер 9 у нас 22 мы оторвались от этой зоны так что в этом плане мы выполняем задачу руководство от и до я сейчас не понял что это было мы же не сыграли чуть такой был опять какие-то баги из-за патча с ливерпуля мы еще не сыграли надеюсь потом вылетов никаких не будет надеюсь нет так давайте смотреть бомбардиров тоже интересно как у нас там дела суперлиги агуэра все еще на первом месси с кейном потихонечку догоняют у нас постоянная смена нападающих поэтому здесь у нас одного бомбардира не будет наверное тринкау рафаэль ляо фоллан по 3 забили молодцы голевые передачи канте все еще неймар бускец артур это лидеры бальде у нас три тринкау головин по 2 что ж ладно ну и больше нечего смотреть больше ничего интересного ладно друзья ну что я могу сказать про сегодняшние матчи они были опять разными победа над борусь все было неплохой потом футбольчик с аталанты атлетико немножечко увяз у нас монако лихой атакующий из манчестер сити вообще нас прижали давили но потом вышел фолланд и зарешал с напали играли неплохо создавали моменты где-то три момента на гол было но в итоге пропустили и проиграли разный сценарий в каждом из матчей по сути до ливерпуле на следующей серии латсу тоттенхэм в общем суперлига и элитное месиво продолжается не забывайте про лайки и комментарии всем пока